Зал поверхностного помыва Все должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и тело Правила начинались с сообщения об огромной неустанной заботе, которую гениалиссимус и партия из одного в день проявляют по отношению к гражданам Коммунистической Республики Благодаря этой заботе каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве Однако, как постоянно учит гениалиссимус, березливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности При моем росте в 165 сантиметров и весе 78 килограмм, моя потребность, согласно таблице, удовлетворялась ровно шестью шайкообъемами В правилах также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено Первое. Мыться в верхней одежде Второе. Играть на музыкальных инструментах Третье. Отправлять естественные надобности Четвертое. Портить коммунистическое имущество Пятое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шайк и других орудий помыва Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин Потом одна женщина, потом целая семья, муж, жена и мальчик Потом еще две женщины, все естественно голые Я все же как-то за ее колебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение Он посмотрел на меня как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские Еще существует только в кольцах враждебности А здесь полное равенство и разница между женщиной и мужчиной практически стерта Я невольно скосил глаз и убедился, что это отвлека разницу и в самом деле основат ли стерта Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собой не представлял Баня как баня Зал был большой с колоннами На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись Удовлетворение сексуальных потребностей за углом Все-таки столько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия Я прошел несколько шагов в направлении указанной стрелкой И передо мной возникли из пара тем самые шоферы, которых я уже видел Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным Они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу Которая, как ни странно, была почти одета Несмотря на игривые цели, лица у всех были сердитые Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом Отец, третьим будешь? В другой раз я на обращение отец мог бы обидеться, а то и в рожу заехать Но сейчас обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих Дожила со мной вместе до коммунизма Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать Поэтому я себя перестилил и приложив руку к груди, сказал шоферам настолительно Извините, ребята, завязал Сам никто и вам не советую Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности Они переглянулись Каши неуверенно, сказал перевязанный Может, тебя не пить приглашаю? А чего делать? Надо же, позадачивая, сказал перевязанный Че делать, говорит? Ты что, не знаешь, что делать вот с такими-то? Он указал на девицу Пойдем в зал, голодовлетворимся Втроем, с одной женщиной Я не верил своим ушам Да это уже свальный грех Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замерзали в болотах Несмотря на усталость, я вкратце рассказал вам об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, об локаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений И ничем этим вы не дорожите, сказал я И Плюнов двинулся дальше Слушай, папаша, догнал меня перевязанной Ты что-то раскипятился, псих что ли? Такие же мы развратники Это не мы, эти девки-развратницы Раньше они мыло это, он показал на стаканчик По полбанки брали Это было еще ничего И потребность-то дали пари, все помоешься А теперь мне из трех банок не берут Вот и приходится скидываться Мне стало неловко от того, что я здесь чего-то не понял Я извинился Понял Я извинился, но сказал, что в общем И в деле участвовать, к сожалению, не могу Потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю А во-вторых, мы в чемодане На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же И указал на какую-то будку в углу Где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики Мы с моим новым знакомым подошли Я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу Как он меня благодарил Ты, отец, сказал, я вижу прежий И в нашей жизни не разбираешься Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне Я в седьмой комколонии работаю Меня там все знают Мое новое имя Космий, но меня все кузей кличут по-старому Так что, если тебе чего нужно, кардан, какой-лик ревошип Приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану Поблагодарили, я пошел искать воду Везде на стенах и на колоннах были несмывающиеся надписи Такого пример народа Вода — источник жизни Вода — народное достояние Кто расточает воду, тот враг народа Одним шайкообъемом можно напоить лошадь А приблизившись к стенке с кранами Я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца Времен гражданской войны, наставил на меня палец Со словами «Ты израсходовал лишнюю шайку» Не я, сказал я, я вообще ни одной шайки не брал Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован Но выглядел так натурально, что под его взглядом я невозможно уезжился Потребность свою я удовлетворил лишь на треть То есть из положенных на шести шайки использовал две Я подумал, что за такую экономию мне может даже полагаться какой-нибудь орден Впрочем, ордена я тревать не стал и пошел к выходу На выходе мне вернули мою одежду Она была горячая после прожарки Пуговицы пиджака расплавились Но молния на брюках осталась цела Она у меня металлическая На этом мы и остановились в предыдущей передаче Напомним только, что в числе встречавших Карцева в аэропорту Были генерал безопасности Держин Серамакин И генерал-лейтенант литературной службы И главный компис республики То есть коммунистический писатель Комуни Иванович Смерчин Ну а теперь Владимир Войнович Продолжит чтение фрагментов из своего романа Москва 2042 В просторном и светлом зале Генерал безопасности Или по-коммуниански службы безот Держин Гаврилович Серамахин Поздравил меня с легким паром Он был один Остальные, он сказал, не уехали Ну а теперь, дорогуша, последняя формальность И едем отдыхать Мы вошли в дверь с вывеской Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей За длинным столом На стульях с высокими спинками Под большим портретом гениалиссимуса Сидели три тетки Все три генеральского звания Видимо, они представляли собой какой-то суд Вид у них был достаточно строг Но при этом старшая Даже сказала мне уже слышный Много комплимент Что я для своего возраста Хорошо сохранился Впрочем, она тут же посуровила И объявила мне, что вступая На основную священную территорию Маскарепа Я должен произнести клятву Гражданина Коммунистической Республики Повторяйте за мной Всю клятву я, конечно, не помню Помню только, что начиналась она С благодарности гениалиссимусу За оказанную мне честь Как коммунистический гражданин Я должен был соблюдать Строжайшую дисциплину на производстве В быту и общественной жизни Выполнять и перевыполнять Производственные задания Бороться за всемирную экономию И всеобщую утилизацию Свято хранить государственную, общественную И профессиональные тайны Тесно сотрудничать с органами Государственной безопасности Сообщая им обо всех известных мне Антикоммунистических заговорах Действиях, высказываниях Или мыслях Почти все предыдущее Я повторял послушно Но тут остановился И посмотрел на судей Вы знаете, сказал я Это как-то не того Я, в общем-то, доносить не умею Как-то не умеете Удивился главный судья Вы, я слышал, даже романы Писать умеете? Ну да, сказал я, романы Это что, романы все-таки не доносы Что вы успокоила она меня? Доносы писать гораздо проще Ничего такого особенного Не надо выдумывать Отчего Услышали, то и доносите Кто где какой анекдот рассказал Кто как на него реагировал Это очень просто Для вас, может быть, и просто вспыхнул я Для меня нет Я и в прошлой жизни стукачем не был А теперь не буду тем более Я видел, что Дзержин смущен Он схватил меня за руку И уволок куда-то в угол Вы с ума сошли, дорогуша Зашептал он, боязливо оглядываясь Что-то вы со мной такое делаете Разве можно такие слова говорить? А что? Что такого я сказал? Неужели вы даже не понимаете, что сказали? Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами И даже произнесли какое-то слово «стукач» Я даже не знаю, где вы его слышали Это устарело, это гадкое слово У нас здесь, конечно, полная свобода В пределах разумных потребностей Но за такие слова не только в кольцах враждебности А и у нас наказывают Так что давайте вернемся туда, но без фокусов Ну, знаете, возмутился он За кого же вы меня принимаете? Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя То я вообще в вашей московской репе Не желаю оставаться ни одного лишнего часа Я немедленно возвращаюсь к себе в Штагдорф Ну и езжайте, сказал он вдруг, рассердившись Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи И можете возвращаться Если вам неинтересно посмотреть, как мы живем А, собственно говоря, вам это и не нужно Вы привыкли свои романы из головы выдумывать Вот и про нас можете у нас сочинять Разных нелепиц и небылиц Что ж, нас этим не удивишь Про нас много всякой клевиты наворочено На одну больше, на одну меньше Он отвернулся к окну с видом обиженным и огорченным Мне тоже было неприятно Не люблю зазря обижать людей А кроме того, я подумал Ну что ж, действительно Тащился я всегда рискую, можно сказать, своей жизнью А у самого порога повернуть обратно Даже не заглянув, что за ним Ну ладно, сказал, черт с вами Я вам уступаю Но это последний раз Ну и молодец Серамакин даже подпрыгнул от радости Я знал, что вы человек мудрый И поступите правильным А что касается этих самых доносов То я вам скажу по секрету Их писать не на чем У нас в маскарепе с бумагой Он провел ребром ладони по горлу Полный зарез Говорит Радио Свобода Программа у книжной полки А теперь Владимир Войнович Перейдет к чтению фрагментов Из третьей части Своего сатирического романа Москва 2042 Здорово вы меня вчера разыграли Сказал я, поглядывая на смерчего Генерала лиц службы Снизу и сбоку Я думал у вас и правда коммунизм Такой, как я видел вчера А он совсем не такой Ну да, мы же знали, что вы юморист Мы хотели вам показать Что и мы не без юмора Мы шли со смертью Вдоль широкой пальмовой аллеи На этот раз он был не в форме А в легком светлом костении В таких же светлых сандалиях Солнце стояло в самом зените И светило ярко, но не слепило Грело, но не пекло На ветвях пальм сидели Какие-то невидные красоты птицы И пели поистине райскими голосами Мы, собственно говоря, даже не шли А летели, лишь время от времени Отталкиваясь от земли Во всем теле я чувствовал Необыкновенную легкость О чем и сказал смерчеву А вы не догадываетесь, почему? Спросил улыбаясь он Почему? Наши ученые Изобрели устройство Сильно ослабляющее уровень Земного тяготения Неужели они даже до такого додумались? А для чего же они это сделали? А просто так, сказал смерчев Чтоб людям было приятно жить Мы летели вдоль светлых высоких зданий Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка Но были гораздо светлее И как бы воздушнее Все они были соединены Между собой прозрачными галереями В которых тоже росли пальмы И глициньи Всюду слышался смех детей И влюбленных В небе парил длинный голубой транспарант На котором было написано Наслаждение жизнью Есть основная и единственная Обязанность каждого коммунянина Мы шли уже несколько часов А солнце по-прежнему стояло в зените Не сдвигалось, не слепило и не пекло Я спросил смерчево Что это значит? И он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой Вы разве не поняли? Это искусственное солнце Искусственное? Ну да, конечно, искусственное И весь климат у нас тоже искусственный Как же вам удалось этого достичь? Очень просто, сказал смерчев Это совсем просто Весь город покрыт колпаком Из горного хрусталя И что же у вас не бывает Смены времен года? Ни смены времен года Ни смены времен суток Ничего этого у нас не бывает У нас всегда день И всегда лето А как же люди спят при таком свете? А очень просто Те, кто хочет спать Могут задернуть шторы Впрочем, у нас люди обычно не спят На мой вопрос, почему? Смерчево объяснил Что люди у них не спят Потому что им жаль времени Жизнь настолько хороша Что они ею ежеминутно И ежесекундно наслаждаются А когда же они работают? Спросил я Они никогда не работают Был ответ Среди встречавшихся нам прохожих Было много людей Которых я знал по-прежнему И даже при мне еще умерших Они дружелюбно махали мне руками Я им тоже помахивал Встреча с ними нисколько не удивляясь Я понимал, что нахожусь в раю Пусть сотворенным не Богом, а людьми Я понимал, что если эти люди Сумели построить искусственное солнце И ослабить земное тяготение То ничего удивительного нет В том, что они научились воскрешать мертвых Между прочим Аллея эта была одновременно похожа На какой-то гигантский супермаркет А по бокам ее стояли Бесконечные длины прилавки И на них разложены и лоснились Всяких сортов колбасы Сыры, белужьи бока Разрезанные на тонкие ломтики Семга Икра красная, икра черная Икра паясная и баклажанная А еще всякие там фрукты и овощи Диковины и недиковины Всякие апельсины, мандарины, артишоки Авокадо, бананы и ананасы И само собой разные вина Коньяки, водки, воды Соки, шипучие напитки И всевозможные сорта пива В бутылках, в банках, в бочонках Словом, всяких товаров Как у нас в штагдорфском супермаркете Ну, может, немножко поменьше А почему-то здесь никто ничего не берет Спросил я у Смерчева Всем виденном весьма потрясенный Денег ни у кого, что ли, нет? Ну, конечно же, нет Сказал Смерчев Ага, сказал я Дело понятное У меня лично денег и при социализме не было Да и при капитализме было не густо Эти мои слова Смерчева развеселили И он стал смеяться Только почему-то беззвучно И смеясь вежливо мне объяснил Что у людей денег нет Потому что они не нужны Здесь каждый берет с чего сколько хочет И совершенно бесплатно Но никто ничего не берет Потому что люди Все свои потребности уже давным-давно И полностью удовлетворили И от всех этих яств Их просто воротят Они ничего другого есть не хотят Кроме пломбира и фиников Значит, я могу взять чего хочу И сколько хочу Спросил я, недоверчиво Смерчев Отвечал отвердительно Тогда я приблизился к прилавку И сначала неуверенно А потом все больше входя во вкус Стал набирать продукты Две литровых бутылки шведской водки Абсолют Палку краковской колбасы Длинную булку Несколько штук форелей Пачку очищенных креветок Связку бананов И какие-то банки с паштетом Икрой, с гущенкой, с зеленым горошком С паржей и еще с чем-то Что-то я пихал в карманы Что-то за пазуху Уже на руках держал я оберемок Выше головы И что-то уже валилось А мне все было мало и мало Проснувшись И придя в себя я огляделся Вокруг меня было темно и тихо Тихо и темно Темно хоть глаз выкали Я перевернулся на спину И стал думать Сон это был или явь Я подошел к окну Отдернул штору И увидел перед собой площадь революции И памятник Карлу Марксу Правда узнать Маркса было довольно трудно За шестьдесят лет моего отсутствия Голуби его голову так и обработали Что она казалась совсем седой Прямо через дорогу от Маркса В скверике у Большого театра Стоял во весь рост другой бородач В военной форме и с перчатками в руках Это был конечно гениалиссимус Здание Большого театра Чем-то меня удивило Я даже не сразу понял Чем именно А потом сообразил На его фронтоне отсутствовали кони Как будто их там никогда не бывало Солнце стояло уже высоко Но это было настоящее солнце А не искусственное И притяжение тоже было настоящее Кажется я неплохо выспался и отдохнул Теперь можно было выйти Прогуляться и посмотреть Что же собой представляет на самом деле Этот город через шестьдесят лет После моего отъезда Я быстро оделся Заскочил в ванную К горячему крану была привязана табличка Потребности в горячей воде Временно не удовлетворяются Я ополоснулся холодной водой И выглянул в коридор Пожилая дежурная спала Положив голову на тумбочку На полу валялась уроненная ею книга Я поднял книгу И посмотрел название Книга называлась Вопросы любви и пола Автором этого сочинения Был сам гениалиссимус Я осторожно положил книгу на тумбочку И стараясь ступать как можно мягче Пошел к лифту Лифт, однако, был закрыт На большой висящий замок Рядом с замком к сетке лифта Была привязана шпагатом Картонная табличка Спускоподъемные потребности Временно не удовлетворяются Я нашел лестницу И с ее помощью Удовлетворил свою спускную потребность Очевидно, лестница была не главная Потому что я попал не на улицу А во двор В программе у книжной полки Которую вы слушаете по радио Свобода Владимир Войнович Продолжает чтение отрывков Из своего стерического романа Москва-2042 Я предскушал глоток свежего воздуха Но в нос мне шибанул запах От которого я чуть не свалился с ног Не буду описывать подробно Но пахло, как в давно нечищенном Но часто употребляемом нужнике Во дворе с змеей Велась длинная очередь К темнозеленому киоску И военные обоева пола В основном нижние чины Дышали друг другу в затылке Держа в руках пластмассовые бидончики Старые кастрюли и ночные горшки Над крышей киоска Был водружен плакат В грубо сколочной раме Плакат изображал рабочего С лицом выражавшим уверенный оптимизм В мускулистой руке Рабочий держал огромный горшок Текст под плакатом гласил Кто сдает продукт вторичный Тот снабжается Отлично Что дает, спросил я у коротконогой чеченьки Только что отошедшей С бидончиком от киоска В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца Не дают, а сдают Сказала она, глядя в меня с ног до головы Слизком подробно А что сдают, спросил я Как что сдают, удивилась она Дерьмо знает, че ж еще Я подумал, что она шутит Но учитывая запах, к которому постепенно Начал привыкать рабочего на плакате И общий вид очереди Склонился к тому, что она говорит серьез А для чего это сдают, спросил я неосмотрительно Как это для чего сдают, закричала она дурным голосом Ты что, дядя, тронулся, что ли? Не знаю, для чего сдают А еще штаны надел длинные Надо же распутство какое А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие Какими же им быть, когда старшие им такой пример подают? Точно, приблизился сутыловатый мужчина Лет примерно пятидесяти Я тоже смотрю Он вроде как-то одет, не по-нашему Тут еще освободившийся народ подвалил А некоторые из хвоста очереди приблизились Все выражали недовольство моим любопытством И длинными штанами И даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит Но все же лучше свести меня просто в безо Да вы что, граждане, закричала я громко При чем тут безо и зачем безо? Ну не понимаю я в вашей жизни чего-то Так я же в этом не виноват Я только что приехал и вообще вроде как иностранец Из толпы кто-то выкликнул, что если иностранец Тем более надо в безо Но другими призыв поддержан не был И толпа вокруг меня при слове иностранец стала рассасываться Только тетка с кольцами успокоиться не могла И пыталась вернуть народ Уверяя, что я вовсе не иностранец Я по-иностранному понимаю Обращалась она к примоксовой очереди Иностранцы говорят биты-дриты А он точно по-нашему говорит Пока очередь обдумывала ее слова Я, не дожидаясь худшего, батьком-батьком Оторвался и через проходной двор Выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской А потом улицы 25 октября Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу Я поднял глаза на угол ближайшего дома Чтобы убедиться в своей правоте И просто остолбенел На табличке, приколоченной к стене Белым по-синему было написано Улица имени писателя Карцева Несмотря даже на сердечную встречу Которую накануне растрогали меня коммуняне Я все-таки не мог поверить Что мои заслуги потомками Оценены столь высоко Я даже подумал, что может быть это всего лишь Чья-то неуместная шутка И табличка с моим именем висит на одном единственном доме Но пройдя улицу до самой Красной площади Я увидел такие же таблички и на всех других зданиях Я был очень горд И одновременно настроен воинственно У меня даже возникла идея Вернуться к месту приемки продукта вторичного Разыскать ту мерзкую тетку Которая понимает по-иностранному Притащить сюда И показать ей, на кого она нападала Со своими идиотскими полозрениями Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным Я тут же эту идею оставил Тем более, что меня ожидали новые впечатления Если бы я подробно описал свои чувства Увидев то, что попалось мне на пути В первый день моего пребывания в Маскарепе Мне пришлось бы слишком часто утверждать Что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен Ошеломлен и так далее И в самом деле Представьте себе, что вы выходите на Красную площадь И не находите на ней Ни собора Василия Блаженного Ни вавзолея Ленина Ни даже памятника Минину и Пожарскому Есть только гум Исторический музей Лобное место Статуя Гениалисимуса и Спасской башни Причем звезда на башне Не рубиновая, а жестяная Или слепленная из пластмассы И часы показывает половину двенадцатого Хотя на самом деле Было еще только без четверти восемь Приглядевшись к часам Я понял, что они стоят Я остановил какого-то комсора Который вез на тачке мешок с опилками И спросил, куда подевалось Все, что здесь было Тот удивился моему вопросу Оглядел меня с ног до головы И особенно долго разглядывал мои брюки А потом спросил, из какого кольца я приехал Уклоняясь от прямого ответа Я сказал, что я латыш Оно и видно, сказал комсор Акцент сразу чувствуется К моему удовольствию он оказался Довольно осведомлен и словоохотлив Оглядываясь по сторонам Он объяснил мне, что все эти вещи О которых я спрашиваю Еще во времена существования денег Были проданы американцам Не то коррупционистами, не то реформистами Как, закричал я Неужели эти враги народа Даже мавзолей Ленина продали? Тише Он приложил палец к губам Но прежде чем сбежать Шепотом сказал, что не только мавзолей А и того, кто в нем лежал Тоже продали какому-то нефтяному магнату Который скупает мумии по всему свету И уже собрал коллекцию В которую кроме Владимира Ильича Входят Мао Цзэдун, Георгий Димитров И четыре египетских фараона Я хотел спросить, что за магнат И как его фамилия Но человек вдруг чего-то испугался И подхватив тачку Быстро покатил ее в сторону здания Где раньше помещалась гостиница Москва Пожав плечами, я пошел в ту же сторону Намереваясь выйти к большому театру Перед которым я еще из окна гостиницы Видел памятник Гениалисимусу Я приблизился к площади Свердлова Которая теперь называлась площадью Имени четырех подвигов Гениалисимуса Пластмассовое изваяние Свершителя четырех подвигов Возвышалось посреди площади Это был памятник высотой метра Примерно в три с половиной Не считая постамента Гениалисимус стоял в хорошо начищенных сапогах И шинели, распахнутой скульптором Вероятно для того, чтобы открыть зрителям Многочисленные ордена Которыми была украшена широкая грудь монумента Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками Гениалисимус с доброй улыбкой Смотрел на проспект На движение паровиков И на застывшего на другой стороне Карла Маркса Я обошел статую вокруг Попробовал сосчитать ордена на ее груди Досчитал до 140 с чем-то А потом сбился, махнул рукой И пошел по улице Которая в мои времена называлась Пушкинской А теперь имени предварительных замыслов гениалисимуса Уже во время этой первой своей прогулки Я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками, проездами Сохранившими свои прежние названия Появилось много названий Отражавших новейшие достижения коммуниан И очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности гениалисимуса Поэтому я даже не очень удивился Обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь Теперь называется площадью имени литературного старования гениалисимуса И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а гениалисимусу Пушкин там, впрочем, тоже был Здешний пластмассовый гениалисимус был, я думаю, такого же калибра, что и тот перед Большим театром Но в летней форме и без перчаток В левой руке он держал пластмассовую книгу На которой можно было прочесть слово «избранное» Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина Который был совершенно лилипутского роста Но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел Я стоял сзади гениалисимуса, держась одной рукой за его левое голенище Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в 21 веке его никто уже даже не знает Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени Но это был явно не Карнавалов, а скорее всего профессор Синявский Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками гениалисимуса И на пьедестале прочел давно знакомые мне слова Я памятник себе воздвиг нерукотворный Напомним, что Сим Симыч Карнавалов, о котором только что шла речь Был всемирно известным писателем, вызвавшим нашего героя Карцева перед полетом в будущее К себе в имение под Торонто И поручившим ему взять с собой в Москву записанные на компьютерную пленку 36 томов Его 60-томной эпопеи «Большая зона» Сим Симыч был уверен, что в 2042 году в Москве уже будет существовать музей имени Карнавалова Но, как мы узнали, Симычу не нашлось места даже у памятника гениалисимусу На этом на сегодня закончено Продолжение сатирического романа Владимира Войновича «Москва-2042» Слушайте в следующих выпусках программы «У книжной полки» Которая временно заменяет передачи с другого берега И выходит в эфир на волнах Радио Свобода по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут